Редактор субтитров А.Семкин Добрый день, доброе утро всем, кто присоединился к Радио Болтком. Начинается программа «Диагноз недели». Врач-психиатр-психотерапевт Рель Резник Мартов в нашей студии. Здравствуйте, Рель. Здравствуйте. Как всегда, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, можно писать в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. И, конечно, открываешь, поскольку работаем мы все на радио, следим за новостными лентами, иногда бывает, что никаких фильмов ужасов не надо. Открываешь новостную ленту, тут мы на краю обрыва, не исключено введение комендантского часа, льготы на бесплатный проезд у непривитых отберут. Это произойдет через неделю, еще много всевозможных каких-то приятных цены на отопление вырастут до кучи. И, конечно, для простого человека, наверное, это все очень и очень создает такой негативный фон, когда он беспрерывно думает о том, как пережить грядущую зиму, и представляет, в общем-то, какими еще ограничениями смогут его охомутать, и чего еще в ближайшее время, каких развлечений и возможностей вообще он лишится. Наверное, конечно, эта тема тоже, ну, создает большое количество, я понимаю, проблем у людей, и в то же время необходимость их обращения к психотерапевтам. Я даже не знаю, кто такой, кто и простой человек, я знаю, я тоже простой человек, вот тут такие непростые люди, для меня загадка. Я вообще сегодня совсем о другом хотел разговаривать, но как-то события сегодняшнего утра меня подтолкнули и смешные, и печальные меня подтолкнули к этой теме. Хотя уже на протяжении этого года в передачах неоднократно была тема ковида, его последствий для психического здоровья и так далее, и так далее. Началось вроде как смешного. Я шел на работу и по пути встретил человека странной наружности, такой то ли бомб, что ли библейский пророк, который сказал мне, доброжелательно, скоро конец тому миру. И меня это даже как слегка и насмешило. Потом я подумал, что библейские пророки тоже выглядели все как люди не от мира сего. И вообще пророки люди не от мира сего, потому что вроде как имеют связь с другим миром. И, возможно, кто-то из них тоже бы когда-то предвещал конец света, и он, может, как-то и локально и наступал. Может, кто-то на мой месте бросил бы все вещи и пошел за этим человеком в ученики слушать его дальше. Потом я пришел на работу и встретил человека, который мне рассказал, что уже какое-то время находится в таком запущенном тяжелом психическом состоянии. И вдруг совершенно импульсивно посетил желание покончить с собой. Человек даже проглотил энное количество таблеток. Правда, потом вызвал себя рвотой, испугавшись этого. Остался в живых, слава богу, даже не пришлось к кольчам обращаться. Но мы сейчас имеем очень многофакторную, тяжелейшую психологическую ситуацию. Во-первых, мы имеем опять наступающую ситуацию с ковидом. Я подчеркну, я сегодня не намерен ни с кем дискутировать по поводу ковида и вакцинации. Мое мнение я неоднократно озвучивал. И спорить еще раз я не вижу смысла. Но мы видим катастрофическое нарастание количества заболевших. Мы видим нарастание количества смертей. Мы видим, о чем нам говорят медики, кричат медики. И о чем можно, конечно, говорить, что это заговоры и происки. Но они говорят, что в больницах закончатся места, что скорая помощь не успевает работать, что около приемов выстраиваются очереди скорой помощи, и врачи вынуждены выходить с приемного и начинать помогать уже в машинах. Мы видим объяснение о том, что просто скоро здравоохранение будет парализовано, потому что нет ни сил, ни ресурсов оказывать помощь людям больными другими заболеваниями. Сердечными проблемами и прочими. Онкологии тоже нуждаются в помощи. Уже прекращаются, да, собираются прекратить плановые операции. Вот. В воздухе нависает невнятная угроза локдауна. То есть мы опять не знаем, что произойдет, когда будут ограничения. Плюс к этому у нас есть ужасная конфронтация в обществе. У нас это разделение, как, не знаю, как будто католики и протестанты, и непонятно, кто начнет первым в Варфоломеевскую ночь. Потому что, ну, я не знаю, к счастью, в жизни с ней не сталкивался, кроме каких-то странных теорий заговора, но в соцсетях такие вполне очевидны выплески ненависти. Вот я, иначе это ненависть, вот это такое нынешнее выражение, в английском прижившемся, hate speech, речь ненависти, язык ненависти. Вот он сейчас у нас в расцвете. У нас люди с противоположной стороны все мерзавцы или идиоты, и все манипулируемые кем-то по убеждению их оппонентов. И это напряжение растет очень ощутимо. И каждая сторона испытывает гнев по поводу другой стороны. И этот гнев тоже мощная деструктивная эмоция. Кроме того, все это приходится на осень. Все это приходится на момент, когда вот-вот облетят листья, когда мы увидим опять холод, голые ветви, серое небо, что само по себе никого обычно не радует. Это уже не золотая пушкинская осень. И, кроме того, осень, как мы знаем, время обострения депрессии и прочих психических расстройств вообще. Это просто неизбежно наступлению этого времени года. Некоторая часть общества испытает просто некую печаль и подавленность, а другая часть испытает настоящие тяжелые депрессии, их обострения с самой разной симптоматикой. И поскольку еще одна из самых страшных вообще неопределенность, а нас все время мы ждем очередного решения правительства, и что же будет, кого в чем ограничат, и какой всплеск протеста это вызовет, я думаю, что это вызывает огромное напряжение с непредсказуемыми последствиями. Я уверен, что вот эта пациентка, которая вдруг не накатила желание покончить с собой, помимо того, что есть проблемы с хронической депрессией и подобными вещами, я уверен, что не последнюю роль сыграла эта гнетущая тяжелая атмосфера, которая над нами сейчас, которой мы дышим. Уже два года, на самом деле. Ну, летом у нас был перерыв, и было такое облегчение и так далее, но вот сейчас как-то это нарастает, не по дням, а по часам, это не фигура речи. Это не фигура речи. И я думаю, что у всех в обществе гадит вопрос, что делать. Ну, как мы знаем, что за что делать, это вопрос обычно, кто виноват. Поиск виноватых, конечно, вещь интересная, но мне кажется, есть здесь конструктивная составляющая, когда мы ищем виноватых, чтобы или чтобы они осознали свои ошибки и поменяли свой способ действий, или заменить их на тех, кто лучше понимает, что надо делать. То есть, есть то, что ведет к каким-то переменам. Или поиск виноватых, замечательное занятие, чтобы сбросить напряжение через гнев, через злость, всякий канал, ну и, кроме того, снять ответственность самого себя за то, что ты лично можешь делать в жизни и в этом обществе, в это время для того, чтобы чувствовать себя, внести свой вклад какой-то в происходящее, чтобы снять ситуацию, катастрофы. Давайте начнем просто с медицинской части. Кто у нас находится в группе риска? Значит, она достаточно велика. Мы не говорим о психически больных людях. Или, скажем, не то ли. Есть психически больные люди, которые вообще уязвимы, которые вообще уязвимы и которые могут, ну, для них, скажем так, такая вот полоска, мостик психической стабильности, он намного уже, чем для обычного среднего человека. И для них шагнуть за его край и сорваться в нестабильное тяжелое психическое состояние намного легче. Есть люди, которым вроде бы никто никаких диагнозов не ставил. Но это люди, у которых, в принципе, есть склонность к тревоге. Тревога во всех ее формах. Опять, у кого-то это легкая тревожность, переходящая в какое-то постоянное напряжение. То есть люди замечают, что они перестают спать. Люди замечают, что они просыпают, или с трудом засыпают. Или рано просыпаются, и им в голову начинают лезть тревожные, тяжелые, неприятные мысли. Что же будет с работой, если локдаун? Что будет со всеми, с родственниками и тому подобное. Есть люди, которые, увы, по пути тревоги прошли дальше, и возникает другая тревожная симптоматика. То, что называется обсессивно-компульсивное расстройство. Навязчивость. Навязчивые мысли, навязчивые действия, навязчивые ритуалы, страхи и так далее. И это тоже следующая ступень, очень тяжелая, очень мучительная. Когда тревогу человека переполняет, с ней тоже что-то должно происходить. И есть люди, у которых жизнь начинает наполняться. Возможно, для того, чтобы не задумываться о том, что происходит в реальных практических вещах, есть то, что называется навязчивые мысли. Мы о них часто говорим в самых разных передачах. Мысли воспринимаются как неприятные, чужеродные. Ты их отгоняешь. Вот как назойливый человек, которого ты отгоняешь, он в тебе лезет. И эти мысли начинают переполнять твое сознание, начинают не давать тебе покоя. У некоторых людей это приобретает следующий шаг – навязчивые страхи, фобии так называемые. Это люди, которые могут начать, боясь инфекции, 30, 40, 50 раз в день мыть руки. Их всегда можно было узнать по белой-белой коже на руках. Хотя в нынешние времена, когда надо мыть руки часто, уже не всегда отличишь. – Маяковский, по-моему, у него же отец умер от заражения. Он был одержим, даже открывал дверные ручки через носовой платок и страшно боялся чего-то заразиться. Мыл руки. Но многие отмечали, у него такое тревожное расстройство. – И мы помним, как Маяковский закончил свою жизнь. Это, конечно, не имеет прямой связи, но, очевидно, эта тревога, эти навязчивые страхи, наверное, тоже не покидали его. И тоже внесли свой вклад в тот выбор, который он сделал. Кроме навязчивых страхов, есть ритуалы. Это, вроде бы, очень бессмысленная вещь для людей, наполненная тем не смыслом. Человек должен выполнить определенный набор действий, казалось бы, для окружающих, не имеющих никакого смысла. Ну, например, встать, какой-то предмет, переложить с места на место три раза. Или одеваться в строго определенные последовательности. Если последовательность нарушена, надо одеваться снова. И прочие эти последовательности действий растут, усложняются. И если эти действия не выполняются как надо, их надо повторять, и повторять, и повторять. А смыслы ритуала обычно, возвращаемся к какому-то человеческому архаичному мышлению, это как предотвращение какой-то беды. Если я выполню свой ритуал, то я уберегу себя или своих родных от смерти, от болезни, от чего-то даже неопределенно ужасного. То есть человек взваливает на себя ответственность за чужие жизни и пытается их спасти заведомо иррациональным способом. Я даже сам понимаю, что это иррационально. И при этом он не может себе ничего поделать, потому что если он перестанет это делать, у него обрушится чувство вины. Не дай бог что-то случится, я буду виноват, я не сделал все, что от меня зависело. Мы можем, наверное, сейчас, если есть возможность ненадолго прерваться, после чего продолжим программу «Диагноз недели». Субтитры создавал DimaTorzok И продолжается программа «Диагноз недели». Я напомню, что в нашей студии врач, психиатр, психотерапевт Резник Мартов, и мы говорим об угрозах психическому здоровью во время пандемии. И остановились мы на том, что многие люди одержимы какими-то ритуалами, которые они должны совершить для того, чтобы снять напряжение, для того, чтобы быть уверенными, что всё пройдёт гладко и спокойно. Это именно ритуалы. Они берут начало в нашем далёком прошлом. Мы можем себе представить, не знаю, жреца, шамана, который исполняет определённые ритуалы, дабы отвести от его племени беду или, наоборот, наслать какую-нибудь беду на врагов. Как ни странно, человек, который страдает теми навязчивыми действиями, ритуалами, он фактически тот же шаман, который отвечает за свою семью, за свой род. И перед какими-то ему самому неведомыми богами, перед судьбой, перед кем угодно, он выполняет эти ритуалы в надежде чего-то уберечься. И понимает, как это вроде как и бессмысленно, и отказаться от этого не может. И есть люди, которые просто полдня не могут выйти из дома. Вроде надо идти на работу или ещё куда-то. Но человек делает эти ритуалы, начинает их снова и снова. Потом, выходя из дома, он должен много раз обойти квартиру, проверить, выключен ли газ, выключен ли электричество. Потом, выйдя из дома, может 10 раз вернуться проверить, заперли он дверь. Вот вся жизнь превращается в тревожные вещи. И сейчас, во времена всеобщей тревоги, это тоже нарастает. Это тоже нарастает. Так, мы перечислили тревогу, навязчивые мысли, навязчивые действия, ритуалы, бессонница. Кроме того, мы можем сказать о вот та агрессии, о которой мы сегодня говорили уже в обществе. Она ведь может... Ладно, когда она выплёскивается на странице социальных сетей, она, конечно, тоже деструктивна. Но она не уходит куда-то в пространстве. Это канал, который позволяет человеку избавиться от своей агрессии, почувствовать себя борцом за правое дело, дождать некоторое удовлетворение. Хуже обстоят дела, когда эта агрессия превращается в раздражительность, направленную или на окружающих, или некую агрессию, направленную на самого себя, так называемая аутоагрессия. Должен проявляться у подростков, любимая, занятая, так называемая аутоагрессия, когда они режут себе кожу. Причём они не пытаются покончить с собой, они просто режут себе кожу. Людей постарше этот агент может каким угодно. Начиная от злоупотребления алкоголем и наркотиками, кончая рискованным поведением за рулём, возникновением конфликтов и драк на улицах. Я, кстати, буквально месяц назад, наверное, я ехал на машине, просто увидел среди бела дня утро, солнечное, как просто люди со стервенением дерутся. Причём, похоже, это трезвые люди. У меня была пьяная драка. Я давно такого не встречал, что в центре города происходила драка на улице. Можно, конечно, знать случайностью, а может быть тем, что какой-то градус агрессии и напряжения в обществе зашкаливает и выплёскивается. Я думаю, что... Я не езжу в общественном транспорте уже давно, но я думаю, что многие люди тому могут быть свидетелями, тому, что происходит. И раздражение в быту, и конфликты на работе, и конфликты в семье, конфликты родителей с детьми. Это становится больше, потому что напряжение не может быть бесконечно. Он всё ищет какие-то трещинки, чтобы просачиваться, чтобы находить себе выход, направляться на кого-то. Но этот, к сожалению, когда мы направляем агрессию на кого-то, она в итоге начинает кумулироваться вокруг нас. Мы получаем её обратно. Мы получаем агрессию от кого-то. Мы получаем чувство вины от того, что не задержались. Вот мне кажется, что всё это вместе взятое – это то, к чему на сегодняшний день надо прислушиваться особенно чётко. Нам надо быть очень чувствительными, очень внимательными к собственным эмоциям и к эмоциям окружающих нас людей. Пусть даже самого близкого круга. Люди, которые занимаются реформой в масштабах общества – это, наверное, политики или государственные мужи, или философы. Поскольку большинство из нас не таковы, мы можем максимально только быть внимательными к нашему ближнему кругу. И, естественно, к самим себе. Потому что всё мною перечисленное, если кто-то из слушателей подобные вещи отмечает у себя – тревогу, напряжение, бессонницу, депрессивное состояние, навязчивость, раздражение, агрессию – наступило время, когда от этого нельзя отмахиваться. Наступило время, когда нельзя сказать себе «пустяки пройдёт», когда нельзя сказать «надо себя просто чем-то занять, тогда всё будет хорошо». Вот это очень порочная практика. Просто надо отвлечься. Как мы все знаем, отвлечение от проблемы никогда ни одной проблемы не решало. «Оно просто делает её хронической и усиливающейся». Да? И вот что же делать тогда всё-таки? Вот если мы это… Не отвлекаться, это не выход. Обращаться к врачу или всё-таки есть ещё какой-то вариант? Сходить куда-то поговорить никогда не вредно. Но хотя бы осознать, что в тебе это есть, не отмахиваясь, не винить в этом времена, государство и так далее, найти виновных ничего не решит. Когда ты всё это осознаёшь, ну не знаю, как найти в себе какую-то болевую точку, где явно что-то не так, надо попытаться эту боль разобраться, откуда она, вслушаться в себя. Здесь начинается то, что мы называем какой-то хотя бы самопомощью. Начинается то, где мы можем из окружающих, из близких людей вместо объектов выплеска, агрессии и раздражения сделать себе союзников, поделиться с ними. Ну вот я думаю, что ни один человек, даже очень самолюбивый или с очень брутальным характером, от того, что извиниться за выплеск агрессии или поймёт, что его раздражение чрезмерно и поговоришь с кем-то, что знаешь, что-то не так. Я вот в последнее время сдержаться не могу, из меня это вырывается наружу. Это уже первый хороший шаг, потому что сама вся агрессия деструктивна, разрушительна, очень древняя ещё. Кстати, вот говорить об агрессии, такой как символ, все, мы знаем то, что в Норвегии произошло несколько дней назад. Мы привыкли к тому, что массовые убийства происходят с помощью пистолетов, автоматов и так далее. Вдруг в Норвегии на улице появился человек с луком и стрелами и, казалось бы, можно смеяться, какой-нибудь фильм про индейцев или ещё что-то, но он пятерых убил и ещё много кого ранил. И вот эта ситуация, она, кажется, очень символично пробуждаются какие-то очень древние, очень архаичные формы агрессии. Человек берёт оружие древних охотников, древних воинов, которым перестали в войнах пользоваться уже сотни лет. Ну, наверное, уже с тех пор, как английские лучники в своё время разгромили французское рыцарство, и несколько позже это уже как-то стало неактуально. И вот то, что оно всплыло, это, мне кажется, очень неслучайная вещь. Это хороший символ, хорошая метафора, как посреди современного общества всплывают очень древние формы агрессии, несущие за собой смерть. Вот, возвращаясь к дню сегодняшнему, мне кажется, любой человек способен на некий самоанализ. Самоанализ, конечно, анализ с помощью профессионала намного глубже и продуктивнее. Но призвать всех и каждого пойти к психотерапевту, ну, наверное, у нас звонок. Да, у нас звонок. Доброе утро, здравствуйте. 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 Вы вот недавно сказали, что люди начинают искать виновных на стороне, так у нас полно таких на стороне. Вот Левец, он же еженедельно какую-то несёт. Не будем, наверное, переходить на личности, особенно. Вот это прекрасный пример. Мы говорим о том, что делать с агрессией, и как постараться снизить этот градус. Вот, уважаемый слушатель, даже сейчас не пристёт думать о Левеце. Хотя где тот Левец, где наш слушатель, и насколько лишний раз перемывание косточек Левецу и анализ его высказываний, кому-то сейчас реально поможет. Я вполне понимаю, что большому числу людей не нравится наш президент. И наш президент тоже многим не нравится. Но бесконечное ругание политиков и так далее, ну, ничего не решает в нашей жизни. Это не помогает вам. Да, это тоже канал, в котором можно высказаться, выпустить пар, и ещё раз сказать, как наш Левец каждый раз что-то делает. Уважаемый, в вашей личной жизни что это меняет? Это у вас не прибавляется денег, здоровья, душевного спокойствия. Это у вас не прибавляется близость, сокрушающая вас с людьми. По-моему, даже просто взять книгу, прочесть, причём любую, это лучше, чем анализировать нашего президента или заниматься такими же бессмысленными делами. Ну, да, вот такое иллюстративно. Так вот, что такое самоанализ? Самоанализ – это честное задавание себе вопросов. Что со мной происходит? Мне плохо? Если мне плохо, то насколько мне плохо? Если мне плохо, из чего состоит моё плохо? Какие на самом деле эмоции? Очень важно научиться находить названия своим эмоциям, своим переживаниям. Есть люди, которые, как ни странно, не умеют находить названия своим эмоциям, здесь даже специальный такой термин – алекситимия, по-моему, которые человек не может назвать своей эмоцией. Вот когда я был в Швеции в клинике, где лечит людезависимость, там специально висел такой плакат со списком эмоций. И человек мог как-то эти эмоции примерять к себе. Вот я думаю, ровно то же самое. Если у вас есть какие-то самому себе непонятные эмоции, загляните в интернет, найдите список эмоций, примерьте их, спросите своих близких, своих друзей, своих коллег, не стал ли я, по-моему, более раздражительным, не стал ли я вспыхать по пустякам. Хотя, может, мне самому кажется, что всё это нормально, потому что я кругом сволочи и тупицы, а я реагирую все неадекватно. Может, всё-таки что-то не так. Вот этот самоанализ – это первый шаг к пониманию себя. И, возвращаясь к нашему слушателю, каждый раз, кто хочет опять кого-нибудь отругать, а также залезть в телевизор или посмотреть новые новости ещё по десятому разу, и опять найти виноватых, и опять начать говорить, какие же они все идиоты и предатели. Окей. Один раз это можно сделать, даже два, наверное, можно сделать. Если это делать постоянно и регулярно, всё тот же вопрос, что это даёт в вашей собственной жизни. И, наверное, чтобы уменьшить агрессию, тревогу вокруг себя, надо начать уменьшать их в самом себе. В самом себе. Ещё раз, я сейчас не пытаюсь этот модный термин обесценивать чьи-то эмоции. Если вы испытываете какие-то чувства, и вам от них плохо, они, безусловно, имеют право на существование, а вы имеете право их осознавать и с ними как-то работать. Не очень осмысленно делать ответственность за ваши эмоции других людей. Это ничего не решит. Скорее всего, надо думать самому, что с этим делать. Дальше. Этот самоанализ нас приводит хотя бы на каком-то поверхностном уровне пониманию своих проблем. Опять простые вопросы. Я в тревоге? Есть следа, насколько она сильна? Ну, даже, как я часто спрашиваю у пациентов, по шкале от 1 до 10 оценить уровень своей тревоги. Если я в депрессии, насколько она глубока? И какая она тревога? Или это апатия? И это тоже оцените по шкале от 1 до 10. Оцените уровень взаимодействия с окружающим. Оцените, насколько все эти переживания, эмоциональные встряски сказываются на вашем здоровье физическом. Потому что не секрет, и чем люди старше, тем очевиднее, что зашкаливающий уровень негативных эмоций может сказываться на сердечно-сосудистой системе и на многих хронических заболеваниях. Диабетики все знают, что как только ты в состоянии стресса, у тебя поднимается уровень сахара в крови. То есть это тоже хороший вопрос к себе, насколько мое эмоциональное состояние сказывается в физическом состоянии, и чем это для меня чревато. Вот когда вот этот осмотр себя, анализ себя, разговор с собой приводит к каким-то заключениям, ну, наверное, следующий вопрос, который мы себе можем задать, что я могу с этим сделать, и могу ли я с этим справиться самостоятельно, или мне не повредит чья-то помощь. Неважно. Психолог, психиатр, психотерапевт, кто угодно. Но возможно, возможно, мне хотя бы стоит пойти к кому-то и задать вопросы, в каком состоянии я нахожусь. Могу ли я с ним справиться просто отдыхом, попытками не позволять себе погружаться в этот взвод в рот тревоги, если возможно, волевым усилием ограничить. Или мне нужно что-то для себя сделать. Потому что, повторяюсь еще раз, то, с чего я начал. Сейчас, мне кажется, куда большее количество, чем раньше, находится в зоне риска депрессии, психических расстройств, депрессивного, тревожного спектра. И, как вот подсказал опыт этой пациентки, человек может вдруг импульсивно совершить необратимые действия. Необратимые, к сожалению, абсолютно. И лишить будущего себя, оставить своих близких с чувством вины, на долгие годы, и так далее, и так далее. Вот, в общем-то, к чему я сегодня такую импровизационную передачу веду. Вот, к наступлению зимы мы заботимся об отоплении, о том, что окна не продували, о том, пора закупиться теплой одеждой, и так далее. Вот, примерно так же, как-то была знаменитая книга «Игра престолов». «Зима близко» — там был такой клич. То есть, сначала, что всё будет плохо. «Винтерс каминг», да. — Да, надо быть готовым. Вот у нас зима близко, в принципе, и у нас такая зима близко в метафорическом смысле, и к этому надо быть готовым. А то, как там было, ты всё пела это дело, так поди же попляши. Вот, чтобы не оказаться в катастрофическом положении, я думаю, мы должны сегодня, сейчас быть очень внимательны и к самим себе, и к тем, кто с нами рядом. И стараться по возможности оказывать эмоциональную помощь, поддержку и себе, и тем, кто рядом. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт в нашей студии. Диагноз недели. И, как я понимаю, теперь через два понедельника следующая встреча. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Вы слушаете Радио Болтком.